Шесть примеров. Записываем решение в целом и компаниях. Татьяна Владимировна более 30 лет занимается с детьми начальной школы. Но уже третий год передавать знания приходится не в стенах учебного класса, а в детском саду. Ведь единственная школа в аварийном состоянии. Они только из старшей группы, и как остались, получается, как в детском саду. Для них немножко было непонятно, что они пошли уже в школу. Они долго не могли осознать себя школьниками. Другая часть детей учится в здании конторы совхоза. А кто-то и вовсе в сельсовете. Здесь же находятся банк и местное отделение почты. Власти района помогли оборудовать кабинеты. Они соответствуют учебным требованиям. Процесс идет, но неудобств хватает, добавляют родители школьников. Говорят, хочется, чтобы был спортивный и актовый зал. А до столовой не нужно было идти через всю улицу. Зимой, да, оделись. Конечно, неважно, какая погода, разумеется. Каждый день они идут питаться. Дождь, не дождь, снег, не снег. То есть они идут. А ведь школа совсем рядом. Но вокруг нее тишина. В 2020 году за счет средств краевой инвестиционной программы здесь приступили к капитальному обновлению крыши, которая бежала много лет. В 2020 году эта часть школы была накрыта крышей двускатной, хорошей, хорошего качества. Сейчас она нигде не бежит. Крышу в итоге отремонтировали, а вторым этапом разработали проектно-смертную документацию, чтобы почитать необходимые затраты. На полное обновление здания нужно 96 миллионов рублей. Чтобы отремонтировать школу, необходимо ее включить в краевую инвестиционную программу или в федеральную по модернизации школ. В селе Плешково зонального района нуждается в серьезном капитальном ремонте. 27 июня 2022 года администрация района получила положительное заключение государственной экспертизы. Стоимость ремонта около 100 миллионов рублей. Это серьезный ремонт. Школа будет ремонтироваться не менее чем два года. Поэтому Министерством образования и науки Алтайского окрая данная школа подана в федеральную заявку на проект модернизации школьных систем образования. В случае положительного решения в школе будет проведен капитальный ремонт и обновлено учебное оборудование и приобретена новая ученическая мебель. Очень надеемся, что ремонт начнем в 2023 году. Документы на краевую инвестиционную программу будут рассмотрены в конце сентября. А это значит, что ремонт школы может войти в бюджет на 2023 год. Но на федеральную программу заявку рассмотрят лишь в декабре, что может отодвинуть сроки еще на целый год. Конечно, хочется попасть в одну из этих программ. Но в селе переживают, ведь риски большие. Можно не попасть и ни в одну программу. Мы подали документы, полностью пакет документов, краевую адресную инвестиционную программу и также федеральную программу модернизации школьных систем образования. Мы, как администрация района, готовы к торгам. Как только будет принято решение о том, что мы вошли, мы готовы. И готовы, конечно, к софинансированию этих программ. Мы бы хотели быстрее начать ремонт, мы бы хотели бы зайти в 2023 год. А между тем, срок проекта на сметной документации истекает. На нее администрация района потратила немалую сумму, более миллиона рублей. Еще и сверху корректировка в 200 тысяч. Документы действуют три года. И если в этом году не получится попасть в программы, то придется делать новую смету. Люди устали от неопределенности. Хотят, чтобы их дети учились в хороших условиях. Совпадение или случайность, но в этом селе на прошедших муниципальных выборах «Единая Россия» не получила поддержку жителей в районы Совет. Хотя современный ремонт школы наверняка мог бы положительно отразиться на результатах партии власти. Мы будем следить за тем, как развиваются события по ремонту в Плешковской школе. Мария Мацаева, Дмитрий Денисов. День с толком.